Всем привет, с вами Анастасия Кадетова. Давайте обсудим, что произошло к этому часу в России и в мире. Россияне продолжают замерзать в собственных домах и выходят на улицу погреться. Скандал вокруг видео с ребенком в сугробе дошел до Бастрыкина, а по всей линии фронта идут напряженные бои. Обо всем по порядку. Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против блогера Сергея Косенко, который на видео бросил двухмесячного ребенка в снег. Видео широко обсуждалось в соцсетях, многие люди возмутились тупым поступком родителей. Видимо, инфошум дошел и до Бастрыкина. Косенко извинился перед подписчиками и заявил, что ролик смонтирован, ребенок там ненастоящий и вообще это прогрев курса по съемке дипфейк-видео. Тем временем в школах России не хватает учителей. Как минимум в 20 регионах некому преподавать математику, русский, литературу, иностранные языки, физику и предметы начальных классов. Причинами называют высокую нагрузку и неравномерные зарплаты. Почти в половине регионов оклады не превышают и половины МРОД. А, например, в Карачаево-Черкесии, Еврейском автономном округе, Вологодской области и на Алтае зарплаты учителей составляют менее 5000 рублей. Неудивительно, что за такие копейки никто не хочет работать. Денег не хватает не только на образование, но и на медицину. В Воронеже замерзает областная детская больница. Там уже 4 дня нет отопления. Родители публикуют вот такие видео. На окне лед. С этой стороны. Здесь тоже. Все примерзло. Здесь тоже лед. Вот. Детская инфекционная больница. В электростале ситуация не лучшая. Жители даже развели костер, чтобы погреться. Температура в некоторых домах всего около 80 градусов. Жильцы живут так с самого начала отопительного сезона. Ранее без отопления и горячей воды в мороз остались 20 тысяч жителей Подольска. Причиной стала авария в Котельной, а возмущение жителей дошло аж до Путина. А как Путин обычно решает любые проблемы? Правильно. Кого-то сажает и что-то отбирает. Уже успели возбудить два уголовных дела, задержать зам мэра Подольска и начальника Котельной. А сам завод, на территории которого Котельная и находилась, решили на всякий случай национализировать. Кстати, руководителями завода последние полтора года были бывший охранник Путина и полковник ФСБ. Круг, как обычно, замкнулся на одном человеке. Алексея Навального снова отправили в ШИЗО. Уже в 24-й раз. Вместе с новым сроком в 7 суток суммарно он проведет там 273 дня. Больше четверти всего времени с момента задержания 17 января 2021 года. Алексей не унывает даже в жутких условиях колонии за полярным кругом. На прогулку он выходит в 30-ти градусный мороз и мечтает о слоне. Почему именно о нем, обязательно прочитайте в посте Алексея. А Путинский суд еще на два месяца продлил арест режиссерки Евгении Беркович и сценаристки Светлане Петричук. В СИЗО они находятся с мая прошлого года. Их обвиняют в оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный сокол», премьера которого прошла еще в 2020 году. С тех пор он получил две награды – две золотые маски – и успел стать экстремистским. Зато никакого экстремизма российские власти не нашли в прошлом Радко Самоца, бывшего офицера Югославской национальной армии. Путин дал ему гражданство России. Между тем, Босния-Герцеговина много лет добивается выдачи Радко как военного преступника. Его обвиняют в массовой резне в городе Ключ и убийстве трех мусульман в 1991 году. С 1999 года Радко находится в России и вот теперь получил паспорт. Очень символично получается – честных и достойных граждан преследуют, выдавливают у страны или сажают в тюрьмы. А настоящим бандитам всегда рады. Такие вот приоритеты у путинской власти. Ни дня не проходит без атаки беспилотников по территории России. Сегодня два дрона «Камикадзе» атаковали Орловскую область. Один ударил по объекту «Орел Энерго», второй попал по нефтебазе «Орел Нефтепродукт». Возник пожар, трое человек пострадали. Курск тоже подвергся атаке. Одна женщина получила осколочное ранение и погибла. Всего над областью сбили четыре дрона. Об уничтожении беспилотников сообщили также губернаторы Белгородской и Брянской областей. Там, к счастью, нет пострадавших. Несмотря на то, что фронт практически не двигается, напряженные бои идут по всей линии столкновения. На этих кадрах подбитая российская система ТОС «Солнцепек» в районе Авдеевки. Она была уничтожена подрывом боекомплекта. Российские военные наступают в районе Новомихайловки. Украинские позиции в селе теперь находятся в полукольце. Атаки на этом участке продолжаются уже больше месяца. И положение ВСУ там, как они сами заявляют, довольно тяжелое. Тем временем канал «Астра» сообщает, что у родственников военнослужащих с корабляного Черкасск собирают ДНК для опознания погибших. Журналисты поговорили с одной из матерей военного, который признан без вести пропавшим. Она рассказала, что ездила в Севастополь для теста и поедет делать еще один. Церемонии прощания с моряками не было. Экспертизу делают потому, что иначе опознать тела погибших невозможно. Напомню, еще 26 декабря прошлого года Новочеркасск был уничтожен после атаки украинской крылатой ракеты и последующего взрыва боеприпасов, которые перевозили на корабле. Предполагаемое число погибших – 33 человека. Во Франции новый премьер-министр. Им стал Габриэль Аталь. Он первый открытый гей на этом посту, а также самый молодой премьер в истории страны. Габриэлю 34 года. Ранее он занимал пост министра национального просвещения и запомнился запретом на ношение в школах Абайи – традиционного арабского платья. А в Германии продолжается забастовка фермеров. В Берлине и других городах они перекрывают улицы тракторами и устраивают митинги. Причина – сокращение субсидий для аграрного сектора со стороны правительства Олафа Шольца. А уже завтра к забастовке присоединятся железнодорожники. Союз машинистов-локомотивов призвал к трехдневному выступлению. Работники требуют повышения зарплаты и снижения количества рабочих часов. Это были главные новости вторника. Если вы хотите поддержать нас, поставьте, пожалуйста, лайк под этим видео и оставьте комментарий. Еще помогать нашему каналу можно на Патреоне. На экране сейчас именно тех, кто уже это делает. Огромное спасибо вам! Благодаря вашей поддержке мы и работаем. Всем пока! До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok